Ой-ой-ой! Отпусти! Больно! Размечтался, маленький воришка, ты пойдёшь со мной! Нет, прошу! Я больше так не буду, честно! Отпустите! Так я тебе и поверил! Нет, ты так просто не отделаешься! Ну, пожалуйста! Погоди-ка, а ты не... Точно, ты сын Терекса! Нет, это не я! Ээээ, ты не умеешь обманывать! Теперь ты точно пойдёшь со мной! Нет! Чудесный день представляет Мигель! Мигель! Ты чего раскричался так гром? Что-то произошло? Да, у нас пытались что-то украсть. Их было трое. Но я поймал только его. А те двое сбежали. И ты не поверишь. Это сын Терекса, Ричи. Что? Да, ты прав. Это действительно сын Терекса. А ты уверен, что они действительно хотели что-то украсть? Я в растерянности. Вроде у Терекса прекрасные дети. Видимо, на него что-то нашло. Ричи. Встань, пожалуйста. Ричи. Встань, пожалуйста. Если будешь воровать, станешь взрослей в глазах остальных? Ну, да. Дружок. Так ты попал не в ту компанию. Да. А они, они бросили меня здесь и убежали. Какие они друзья после этого. Гром, держи его у себя. А я скоро вернусь. Только не надо папу. Это уже не тебе решать. Ну, пожалуйста. Не завидую я тебе, юный тираннозавр. Натворил ты дел. Придется отвечать за свои поступки. Приветствую, Гром. Ты сегодня не весел? У вас что-то произошло? Я поймал вора у нас на острове. И это оказался Ричи, сын Терекса. Ричи? Не может быть. И какое странное совпадение. У нас тоже был похищен очень важный кристалл. Драго, это тоже я был. Прости. Что? Но зачем? Почему? Как? Очень просто. Я обошел твою охрану. Они слишком глупые. И то, что я забрал, лежало на самом виду. Ты так открыто об этом говоришь? Совсем не осознаешь своей вины? Нет. И нечего на меня кричать. Я не кричал. Так, во-первых. А во-вторых, Ричи, я советовал бы тебе помолчать. Папа? Папа, я все объясню. Не надо. Я уже наслышан о твоих подвигах. И я не хотел, правда. Да? И Драго сейчас грубить. Ты тоже не хотел? Как так получается, Ричи? Ты не хочешь, но делаешь. Ричи, я с тобой разговариваю. Ладно, Терекс. Успокойся. Это не так просто успокоиться, когда узнаешь, что твой сын вор. Я знаю. Но давайте спокойно решать, что делать дальше в данной ситуации. Да, Мигель все верно говорит. Ричи вас ограбил и нанес вам ущерб. Он мой сын, и я за него несу ответственность. Значит, это и моя вина. Поэтому решайте сами, что делать. Да и сейчас я на пределе. Ладно, Мигель. У меня только один вариант. Огонь. Но только если это будет делать Драго. Почему я? Ты сам знаешь, какой у меня огонь. Я могу слишком сильно навредить Ричи. Только не говори, что ты не умеешь контролировать свой огонь. Умею, но не хочу рисковать. Я не понимаю тебя. Ты же сказал, что умеешь. Мой самый слабый уровень огня чуть-чуть сильней твоего максимального. Теперь понятно? Да, спасибо, что объяснил. Слушай, а может придумать какую-то альтернативу огню? Кстати, Ричи, а где то, что вы украли с острова драконов? Не скажу. Почему? Не хочу, потому что. Нет, ну серьезно. Я тоже много чего не хочу. И что дальше? Ты так сильно хочешь, чтобы тебя окатили огнем? Вы этого не сделаете. Откуда такая уверенность, юный тираннозавр? Ну, не знаю. Драго может и решится это сделать, но его остановит мой отец. Чего ты взял, что остановит? Ой, как у тебя много вопросов. И ни на один из них я еще не получил адекватного ответа. А вот и нет. На каждый твой вопрос я ответил. Я это не принимаю за ответ. Почему? Потому что я так сказал. Ты хочешь быть взрослым, а ведешь себя как ребенок. Взрослые несут ответственность за свои поступки. И если сделали ошибку, стараются ее исправить. А по твоей вине и глупости, сейчас кто-то может умереть, а ты играешь в упрямство. Умереть? Почему? Ах да, ты же не знаешь, что ты украл. Нет. В общем, говори, где вы его спрятали? Ладно, пошли. Тирекс. Сын твой дома. Ладно, Тирекс. Сын твой дома. А мне пора. А что мне с ним делать? Ну ты же отец. Воспитывай его. Воспитывай. Как? Ты серьезно? Да. Я понятия не имею, что мне делать с моим сыном. Слушай, а я вот думаю, может у Ричи вовсе не переходный возраст, а просто характер в тебя? Не понял. Нет, ну правда, ты сейчас своим поведением тоже напоминаешь ребенка. Не знаю, не понимаю, а как? Ты прав, но я и правда первый раз сталкиваюсь с переходным возрастом. Как это? А твоя дочь Венера? Когда она была подростком, ее со мной не было, к сожалению, и ты это знаешь. Да, прости. Мне и правда пора. А ты просто сядь спокойно и обо всем подумай. Чао всем. А ты чего не улетаешь, Драго? Вижу, что ты в полной растерянности, поэтому не могу тебя оставить в таком состоянии. Хочу помочь тебе во всем разобраться, а вдвоем проще. Знаешь, Терекс, что нужно каждому ребенку от родителей? Ну... Любовь, забота и внимание. Ты любишь Ричи всей душой. И я это знаю. Но знает ли он? Как часто ты ему говоришь, что чувствуешь? Никогда. Но он уже не ребенок. Ребенок, хоть и выросший. А как много ты уделяешь времени ему? Когда последний раз ты ходил с ним на охоту? Или просто разговаривал? Ты знаешь, что ему интересно? И о чем он мечтает? Нет. Я понял, Драго. Спасибо. Ты настоящий друг. Я рад. Увидимся. Ругаться будешь? Ты уже придумал мне наказание? Или решили огнем меня обдать? Нет. Я пришел извиниться перед тобой. И сказать, что несмотря ни на что, я очень люблю тебя. И горжусь, что ты вырос умным, сильным. И вообще горжусь, что у меня такой сын. Правда? Но я... Я такого натворил. Это временные трудности. Я думаю, ты и сам вынес урок из того, что произошло. А вообще, я очень проголодался. Пойдем поохотимся, что ли? Вместе? Да. Да, да, да. Я так люблю ходить с тобой на охоту. И мы так давно этого не делали. Спасибо, папочка. Я так тебя люблю. И прости меня, пожалуйста. И я люблю тебя, сынок. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.